Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я хочу сделать распаковочку. Мне пришла новая работа с Алиэкспресса «Алмазная вышивка». И хочу с вами ее открыть, посмотреть, что там. Я люблю рисовать картины, я люблю вышивать. Вышиваю я и бисером, вышиваю я и этими алмазиками, выкладываю, рисую картины по номерам, крестикам. То есть все, что связано с творчеством, мне очень близко. И хочу с вами этим поделиться, потому что вот я, например, выложила сейчас две работы, да, алмазной вышивки, отдала ее в багетную мастерскую. И только потом подумала, блин, а почему не выставить это на канал, почему не показать, как это делается. Может быть, кого-то я этим заинтересую. Мы сейчас входим в холодный период, когда уже больше сидишь дома, чем на улице, да, мужа пойти, как говорится, холодно, промерзла, и лучше посидеть дома в тепле. Ну и дома в тепле всегда хочется чем-то позаниматься, как говорится, порукодельничать. Поэтому сейчас мы с вами распакуем, я вам покажу еще работы бисером, которые я делаю, потому что я, ну, как бы всегда, чаще всего, скажем так, делаю несколько работ сразу. Так как я этим занимаюсь еще и это продаю, поэтому кроме удовольствия еще можно из этого, как говорится, иметь и материальную выгоду. Поэтому, если вы хотите какую-то работу, неважно, это картина, это фотография, может быть, алмазиками выкладывать, это очень красиво. Икона может быть бисером или, опять же, алмазиками. Пожалуйста, обращайтесь, пишите под видео, в ссылочке, есть мой инстаграм, есть фейсбук, то есть пишите, если вам это интересно, если вы хотите, чтобы я для вас делала эту работу, пишите, мы это с вами все обсудим. Так что давайте распаковываемся и смотрим мои работы, которые я делаю сейчас. Поехали. Так, итак, заказала я эту работу, заказала одну и сейчас, честно говоря, немножко даже жалею, потому что пришла она очень мега быстро. Это икона из камней. Вот давайте мы посмотрим, что нам дает Алиэкспресс. А, ну, стандартный набор, в принципе, я уже вижу, хотя, честно говоря, икону я... Ого, какая она огромная! Друзья, ничего себе! 30 на 40, я чего-то себе ее представляла. Я ее планировала себе на полку поставить в спальне. Ну, смотрю, что это работа не на полку, это работа, наверное, на стену. Ну, здесь идет стандартный набор, это идет стивус, да, который мы выкладываем, собственно говоря, камешки. Такой вот, то есть берешь камешек и его выкладываешь. Идет лоточек для того, чтобы камешки куда-то насыпать, но я не всегда, например, им пользуюсь. И идет... Ой, подождите, не поняла, еще должен идти клея. Почему нет клея? А, ой! И все идет, все хорошо, то есть напишу обязательно отзыв, что все пришло, все в порядке. Такая вот работа, видите, то есть здесь и будет свободное место. Камешки, кармазики эти мы будем выкладывать вот так с вами рядочками. Я вам обязательно покажу, как я ее когда буду делать. Мы с вами ее будем делать вместе, я думаю, я это в видео запишу. Единственное, что мне, конечно, не нравится, это то, что она пришла очень помятая. То есть в основном всегда такой тубус делают, и тогда она ровненькая. Это надо будет еще приложить усилия для того, чтобы ее выровнять. Потому что она, конечно, на такую работу, которая вот такая вот... В такими этими камнями будут отваливаться, это будет просто брак. А брака я не допускаю, поэтому не хочу. Ладно, давайте о хорошем посмотрим, какие стразики нам к этой работе пришли. То есть стразики, я уже вижу, что они мне уже все нравятся. Уже такие они красивые, такие яркие. Такие, смотрите, какие вообще блестяшечки, переливашечки. Ой, класс, вообще супер. Смотрите, какие большие, красивые. Но их как-то так мало. Ну, посмотрим, ладно, уже по знакам. Вот эти номера, то есть я буду смотреть вот с этими номерами, сравнивать и выкладывать. Но смотрите, какая прелесть. Какие переливашки вообще супер, качество очень хорошее. Да, я не жалею, что заказала, потому что это я у нового продавца заказала. Да, классные, супер. А вот смотрите, какая красота еще. И очень важно, чтобы камешки, видите, слышите такой звук? Вот очень важно, чтобы они звучали, чтобы они не липли. Ну, это я думаю, я уже потом вам буду рассказывать, когда буду выкладывать, что надо, какие секретики есть. Потому что у любого творчества, у любого рукоделия всегда есть секретики. Но очень мне нравятся. Классные камни, классное, все четко, все здорово пришло. Все эту работу я отложу. И мы с вами ее в следующем видео соберем. А сейчас я вам покажу те работы, которые я сейчас делаю. Но это я вышиваю бисером. То есть я сейчас вышиваю вот такую вот икону. Вот видите, здесь уже практически готов кусок, участок. Вот, выкладывается икона эта вся полностью. Вот так по всему периметру забивается бисер, которым я вышиваю. Вот разные. Тоже очень красивые цвета, такие беленькие, видите, сочные переливные разные. Вот, темненькие. Ой, очень большая к вам просьба. Вот я купила вот такую штуку, хотя я выкладываю бисером, вышиваю уже достаточно давно. Но решила попробовать в магазине, так как зрение уже, как говорится, не то. Зрение себе сильно посадила своим рукоделием. То купила вот такую штучку, мне девочка-продавец посоветовала. Но я не знаю, честно говоря, у меня не получается. Поэтому очень вас прошу, если вы знаете, как с ней управляться, напишите мне в комментариях. Потому что я хочу научиться, говорят, ей очень легко заправлять ниточку в иголочку. Вот, то есть здесь вот, смотрите, сколько здесь этого бисера. Он классный, такой яркий, цветной. Что еще я делаю, если у меня, потому что это работа тоже я делаю на заказ. Что еще я делаю, если у меня, например, остается много бисера. Ну вот, я делала такую же работу, только был лик не Иисуса Христа, был другой лик. И я, ой, сейчас, подождите секундочку. Тут я делаю, у меня тут ниточка с бусинкой, чтобы ее не потерять. Вот так ее сюда положу. Так, котик, сейчас я на тебя тоже обращу внимание. И у меня осталось много бисера. Ну, вот мне пришел мой котик вам помочь. Да, папочка? Не ходи, не ходи, Фабиан. Вот пришел мой котик мне тут посмотреть, чем я тут занимаюсь. Так, Фаба, садись, все, садись. Давай я тебя подвину. Все, садись, садись. Все, это мой котик. Такой мой помощник. Все, он будет сейчас с нами сидеть. Тут будет мне помогать дальше записывать это видео. Так вот, у меня осталось, получается, много белого бисера. И вот здесь вот тоже по бокам. И я, девочки, сделала работу, получается, увеличила. То есть, вот здесь вот прошила еще несколько рядов. Вот насколько у меня бисера хватало. Прошила и увеличила работу, чем очень порадовала своего покупателя. Это одна работа, которую я сейчас сделаю. И у меня сейчас вам покажу еще одну работу, которую я делаю для своего сына, для Захарчика. Вот таких вот ангелочков. Вот она уже практически закончила. Ну, здесь тоже, видите, здесь пустое пространство. Вот, а заполняется только центр сами ангелы. Заполняются и делаются. Ну, честно говоря, скажу вам, эта работа мне тяжело немножко давалась. И дается, потому что здесь очень, вот я даже себе сделала, пришивала бусинки, там, где непонятны уже бусы. Цвет бусинок очень похож. Так, и цвета вот здесь вот тоже, они очень непонятно сделаны. И с помощью вот этих бусинок, которые я нашила, я уже смотрела и подбирала. Потому что здесь тоже достаточно много. И смотрите, цветовая гамма. Здесь тоже такая она, видите, как бы очень много фиолетового. Он в разных тонах, разных этих. И из-за этого тоже сложно достаточно мне его выкладывать. Поэтому делаю я ее долго. И как-то она меня, ну, не идет быстро, скажем так. Плюс к ней же, к любой работе идет вот такая вот картиночка. И на картиночке, видите, какая разница в цвете. То есть здесь оно все одного цвета, а здесь идут совершенно другие цвета. То есть здесь прогалины. И это больше как бы розовая гамма, и более светлая гамма. Здесь все гораздо темнее, и в бусинке гораздо темнее. Поэтому немножко сложновато. И эта картинка, грубо говоря, не помогает в твоей работе. Из-за этого я ее... Ну, долго она у меня идет. А вот, поэтому осталось мне еще чуть-чуть. Ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть, как говорится, я ее вышиваю. Вот. И думаю закончить. И хочу, чтобы эти ангелята, повесить их на стеночку над кроваткой Захарчика, и чтобы они ему, как говорится, помогали и светили, направляли его. Потому что, видите, опять же, вот фонарик здесь идет светлый, да, на картиночке. Вот видно, какой он светленький. Видно, что фонарик. А в самой работе этот фонарик, он практически не видно, что это фонарик. Вот. Причем я вначале, когда вышивала, я подумала, что я ошиблась с цветом. Но нет, все перепроверила, и цветом я не ошиблась. Но, к сожалению, вот так тоже бывает. Поэтому не расстраивайтесь. Или расстраивайтесь, но не очень, скажем так, когда происходят такие вещи. Но хочу, чтобы она его оберегала, охраняла, помогала ему, не знаю, направляла его. Вот. Так что, в общем-то, вот такими вещами я занимаюсь в свободное от работы, свободное от домашних дел время. Поэтому вам тоже советую, рекомендую, желаю тоже уделять время найти себе какое-то творчество, которое вас будет вдохновлять, которое вам будет помогать. Вот. Этими, как говорится, такими скучными, серыми, зимними. Или, может быть, у кого-то уже и снежными вечерами. Вот. А мы, да, папочка, как? Скажи, да? А мы, скажи, с котиком тоже займемся деланием красоты, нашим рукоделием. Да? Вот такой вот у меня. Страстно. Просто страстный, 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 красивый кот. Ставьте пальчик вверх этому видео, если оно вам понравилось. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Это ссылочка внизу под видео. Подпишись. Буду очень рада вам вас видеть на своем канале. Надеюсь, вам вы найдете на моем канале какие-то интересные вещи. потому что канал у меня не только там, например, о вышивках или о животных. Канал у меня достаточно емкий. То есть там есть видео, ну, я думаю, любой найдет себе на моем канале интересное видео. Потому что есть о животных, есть готовка, что я готовлю, как я готовлю. Есть влоги о нашей семье и с моей семьей. Есть животные, есть приколы с животными, там разбор машин, разбор путешествий наших, куда мы ездим, когда мы ездим, почему мы едем именно туда. То есть разные видео. Поэтому найдите свое видео на моем канале и буду рада вас видеть. Так что спасибо за просмотр. Ну и до скорых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok